Украинская денежная единица Мы эту ситуацию начали мониторить в конце января, где-то 25-24 января. То есть две недели мы работали классическими инструментами, рассчитывая, что ситуация стабилизируется. При тех интервенциях, которые мы провели, он должен был упасть. Мы его должны были свести опять на ситуацию начала января. Он туда не вернулся. Поэтому те действия, которые мы предприняли в нормальном рабочем режиме, они не дали своего эффекта. Поэтому мы и приняли эти постановления. За несколько дней один доллар на украинском рынке подорожал почти на 20%. Чтобы избежать дальнейшего падения гривны, Нацбанк пошел на крайние меры, ограничив покупку иностранной валюты на межбанковской бирже за гривны для досрочного погажения валютных кредитов под договором с иностранными компаниями. При обретении же валюты для перевода в зарубеж по неторговым операциям регламентировали суммы в 50 тысяч гривен. Для избежания паники среди украинских вкладчиков Национальный банк обязал коммерческие банки поддерживать наполняемость банкоматов. Одновременно в стране отменили фиксированный курс национальной валюты. Это в течение суток дало временную стабилизацию на уровне 8 гривен 70 копеек за 1 доллар, что несказанно порадовало туристов из солнечной Турции. Кроме спада в украинской экономике, которая длится уже два года, по курсу гривны сильно ударили уличные протесты. Время для девальвации национальной валюты выбрали не случайно. Это в интересах финансово-промышленных групп, зарабатывающих на экспорте из Украины. Их поддержка сегодня необходима действующей власти. В экономической плоскости борьба за власть. Сегодня исполнительная власть не вполне способна анализировать и контролировать процессы, связанные внутри экономики. Поскольку большинство украинцев сбережения хранят именно в гривнах, девальвация национальной валюты ударит по миллионам семейных бюджетов. Это станет причиной социальной напряженности среди населения. Люди еле-еле выживают от зарплаты до зарплаты. Шахтерам, например, в декабре и в январе не платили аванс. Задержали выплату зарплаты на неделю. В феврале будет еще хуже, и так в каждой отрасли. В Украине сегодня существует статичный комитет. Мы выдвинули требования для каждой отрасли, для каждой профессии, для каждой специальности. Если к нынешним политическим протестам в Киеве и в Западной Украине присоединятся социальные волнения на востоке и юге страны, положение действующей власти станет еще более шатким, даже несмотря на поддержку финансово-промышленных групп, полученную в обмен на понижение курса гривны.